Это я сам открою, да? Всё. В эфир выходим, всё. 537, да? Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 16 мая 2016 года. Канал «Артподготовка», программ «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Сергей Валерий. Ты камеру не включил? Нет, всё включили. Да, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 537 дней. Там что у нас? Попёрло, пишут. Ну, это хорошо, что попёрло. Так, тут... Вот мне написали, я тогда сказал, что детишек, в общем-то, которых отправляют в Крым, у них меньше шансов отравиться, чем во всей остальной России. Но это не значит, что у них нет совсем шансов, потому что мне написали «Ура», там, туда-сюда. Ну, в общем-то, в России вообще везде... Ну, вообще на земле везде есть шанс травануться, да? Ну, а в России как бы это на первых местах. Так, ещё удивил меня, я редко смотрю телевизор, но иногда, когда включаю, очень сильно удивляюсь, может, я критично к этому отношусь. Мне понравилась реклама МТС, где люди прыгают с парашютом, ну, и что-то там говорят, я слоган не помню. Это должно быть так вот, такое, знаешь, вот какое-то эпическое такое, знаешь, зрелище. Летят парашютисты и начинают открывать парашюты. И потрясло меня то, что те, которые летели ниже, они начали открывать раньше. Ну, то есть ясно, что это сделано на компьютере. Ну, потому что если бы это было сделано в жизни, было бы очень много покойников. Потому что те, которые летели вверх, они бы, сверху они бы заворачивались в парашют, как в савуну, и было бы, в общем-то, неприятно. Ну, как-то вот странно очень. Теперь нам могут сказать, что мы рекламируем МТС, и наши спонсоры это МТС. Нет. Но у нас постоянно ищут каких-то спонсоров. Нет, мы никого не рекламируем. Даже спонсоры это вы. Кого будем рекламировать, мы скажем, да. Этот момент не пропустите. Тут написали «Шеф Мальцева Берлазар». Нет, вот Берлазар, к счастью, точно не мой шеф, и я никакого отношения к Берлазару и к его подшефным не имею. Так, вот, Вячеслав, можно вопрос про капоремонт, за который мы платим сегодня, а будет хрен знает когда. Да, все прекрасно понимают, что это обман, да. Но как от него грамотно отказаться и не платить за то, чего, скорее всего, не увидишь. Спасибо, Кирилл. Очень часто задают такой вопрос, поэтому я не являюсь большим специалистом в этой области. но я понимаю, что это, в общем-то, пока еще не сложно сделать, отказаться от оплаты за капоремонт, поэтому я прошу наших специалистов, тут достаточно большое количество юристов, профессиональных, которые в области ЖКХ работают, разъясните гражданам, как им можно так отказаться, чтобы не платить, чтобы у них все было, а им за это ничего не было. А мы, вы нам скиньте эту информацию на почту, а мы, в общем-то, ее ретранслируем. Ну, я буду менее оптимистичен, как человек, проработавший два года в сфере ЖКХ и общавшийся с очень грамотными специалистами, в том числе юристами, и не только саратовскими, но и московскими, которые на всероссийском уровне работают, к сожалению, вывод такой, что на данный момент законно отказаться от капитального ремонта невозможно. Законно можно не платить. Ну, это уже другой разговор. Да, конечно, отказаться невозможно, но пока еще можно не платить, пока еще они не приняли никаких решений, даже в одну эту платежку они пока не записывают. Хотя вот сейчас собираются. Вот в городе Коломна Московской области срезали зарплату работникам медицинских учреждений. Сегодня узнал конкретную информацию. Водитель скорую помощь с большим стажем, получавший 26 тысяч, сейчас стал получать 14. Жена уже от него ушла, остался вместе с дочерью и кредитами за машину 9 тысяч в месяц. Медсестры-врачи тоже стали получать, в общем-то, меньше и так далее. Удачи, ваш постоянный зритель. Сергей из Рязани. Ну да, мы видим, такая ситуация будет продолжаться везде, если им нечем даже ментам и армии платить, то уж медикам и учителям, конечно, они платить не будут. Они им совершенно не нужны. Им виланчели нужны. Как сейчас будет развиваться событие, вот меня спрашивают. Очень просто. То есть эти ребята, ну они вот, день прошел и фиг с ним. Главное просидеть и что-нибудь получить. Ну как помнишь, был такой рассказ у нас, хороший, ну в смысле, так сказать, не литературный рассказ, а жизненный, когда человек лежал в коме, а его держали под аппаратами искусственной вентиляции легких, искусственное сердце и все остальное искусственное, потому что он получает большую зарплату. И каждый день, в общем-то, приносил какой-то семье доход, поэтому его не отключали. Так и здесь. Они же сами от этой соски не оторвутся. Они каждый день что-то получают. И потом они, конечно, разбегутся. Ну, вот спрашивают, вот они не делают, их снесут. Да они и так знают, что их снесут. Поэтому не делают. Такого вопроса даже стоит. Они просто хотят побольше нажить реально, потому что они думают, что где-то они будут там жить. Они не связывают свою жизнь с Россией. Дети живут за границей, и по-русски не разговаривают. Им что здесь нужно-то? Так, вот первый канал Казахстана мы сегодня смотрели, а рассказал о проплаченных митингах. Ну, говорят, это несколько дней назад, да? Ну, это очень смешно, конечно. Вот там, посмотрите, первый канал Казахстана о проплаченных митингах в Ютубе, это просто обхохочется. Рекламируют. Да, там пока, вот рекламируют, да, там показывают каких-то придурков, которые за Родину. Родину там защищают, и говорят, мы там вот за Родину, и показывают кадры, где на них изображены ноги, и 200 долларов показывают. Так вот, 200 долларов. Это означает, что за митинги проплачивают. Причем два раза показали. Три раза показали, три раза показали, да. Каждый раз за Родину. За Родину, да. Теще такое швале. Причем обязательно за это проплачивает Газдеп, потому что доллары. Да, Газдеп сразу. Доллары, знаешь, Газдеп. Ну, что можно сказать? Вот меня спрашивают сейчас про Казахстан. Ну, плохо в Казахстане обстоят дела. Представьте, Назарбаев узурпировал власть, а сейчас он стал старым, да? Ослабел, реально ослабел, реально состарился. Почему ослабел? Ну, потому что со всех сторон его давит. Мы говорим, что с одной стороны Турция, с которой он хочет дружить. С другой стороны Казахстан, с которым он может и не хочет дружить. Но приходится. Китайцы все отжимают. Сейчас в Казахстане вот нас информировали ребята-бизнесмены, у которых китайцы отжали просто совершенно спокойно бизнес и выгнали. Так что вот сейчас Казахстан разрывается между Китаем и исламистами. И из-за этого ничего хорошего не получится. Поэтому тем русским людям, которые там живут, нужно мозг немедленно включать. Как думаешь? Не делать ДНР, ЛНР-то, безусловно. Ну, в общем, держать руку на пульсе, потому что Назарбаев власть не удержит. Это совершенно очевидно. Не удержит. То есть, любым путем, хотя бы тем путем, что он старый, он просто помрет скоро и все. Поэтому то, что будет после него, конечно, если он, может быть, надеется, что он там по наследству власть передаст, но это не Таджикистан. Нет, в Таджикистане там можно власть пока еще передать по наследству. Это можно было в Туркмении передать власть по наследству, потому что там, тем более в Туркмении, ну, более, так сказать, пирог на душу населения больший, да. Ну, посмотрим, что из этого будет, но ничего хорошего. Как думаешь, что будет дальше? Как будут развиваться события? Не, ну, что там сейчас будут выступления массовые, это однозначно. И вот как он с этими выступлениями будет бороться? Мы говорили, самый худший вариант это тот, про который он говорил. Самый худший вариант это запугивание. Здесь он получает по башке сразу и причем в самой жесточайшей форме. Менее худший вариант это реальная атака на тех, кто этим будет заниматься. Но здесь он тоже получит по башке. Ну, может быть, в какой-то более, так сказать, извращенной форме, так скажем. То есть, если, когда он будет запугивать и никого не трогать, его просто сплющат. Если он будет запугивать и кого-то трогать, ну, его не просто сплющат. Ну, скорее всего, его лично просто грохнут и все. Ну, и так далее. То есть, ну, посмотрим. В общем, он попал, а зря попал. Мог бы, вот он единственный из-за российского всего этого, из бывшего советского руководства, кто мог бы ускорестись очень хорошо. И потом бы его всю жизнь почитали, говорили, о, такой умный, так сакал был. Суд Астрахани приговорил Стенина к двум годам колонии. Да, это вот мы проводили, если вы помните, телемост по поводу Стенина. И я далек был от мысли, что будет оправдательный приговор. Нам правозащитница говорила, что возможно оправдательный, невозможен оправдательный приговор, если человек притащили в суд в путинский, значит, его осудят. И если его осудили, то никакой Верховный суд ничего не сделает. То есть, он, все приговоры вступят в законную силу и все будет сказано, что все правильно, все по закону и так далее. Ну, вот мне сегодня Болтахов звонил, он говорит, удивительно то, что дали ниже низшего предела. Ну, посмотрим, и я бы советовал Стенину, конечно, выступить. здесь у нас вот в телемосте мы бы узнали из первых уст, что происходит. Судно Harmony of Seas, ставшее самым крупным круизным лайнером планеты, в воскресенье 15 мая впервые отправилось в рейс. О, какой пароход тут. Ну, что-то не сильно красивый, но очень большой. То есть, я так понимаю, как мы сегодня выяснили, он на 2 сантиметра больше, чем в это предыдущий. Ну, когда, я так понимаю, у соседа на 2 сантиметра больше, то это для кого-то, какой-то женщине это интересно. с точки зрения здесь, наверное, будет не сантиметров, а комфорта, потому что, ну, судно 227, да, с половиной, тонн водоизмещения, ну, то есть, в два с лишним раза больше Рональда Рейгана авианосца, да, и если он больше кого-то на 2 сантиметра, ну, наверное, там будут какие-то другие критерии, кроме огромности, хотя, вот это очень важно, ну, для многих, что, я вот на самом большом пароходе плавал, там, был Квин Мэри 2, самый большой пароход, я помню, да, вот, и этот Олимпус, что ли, он был, как он там, Олимпик, или Олимпус, Дима на нем путешествовал, за тридцаточку, я помню, и вот точно такая же каюта, то, то же самое на Квин Мэри 2 стоило в 10 раз дороже, то есть, потому, что тот был самый большой. Имеется в виду долларов. Ну, естественно, что не в рублях, конечно, то есть, там нормальные, нормальные цены. В Югре, в реабилитационном центре добрый волшебник семилетнему слепому ребенку с ДЦП сломали руку. Да, причем, да, мальчик, инвалид с ДЦП, и вообще, это вот, я, когда такие вещи читаю, у меня иногда ощущение, что это фейк, ну, потому что нарочно не придумаешь такой добрый волшебник, ребенок-инвалид, ДЦПшник, при этом слепой, и его пытались заставить есть, и потому, что он, чтобы заставить есть, сломали руку, это просто какой-то вот, такие новости, они, я говорю, создают впечатление какого-то гротеска такого, что это вообще, мы вот, все это придумали, что этого мира нет, вот те люди, которые говорят всяких индуистских вер, что мир это иллюзия, сейчас они просто царят, вот почему буддизм сейчас начал продвигаться, и так далее, именно вот из-за этой херни, потому что смотрят, не, ну такое можно только придумать, вот, какой-то сюжет, какой-то вот, черного юмора, комедии, да, где там слепому мальчику продали попугая с пришитой головой нитками, там, или еще там, тупой, еще тупей, да, ток-ток-так. Причем, это не была случайность, после того, как мальчик стал жаловаться на руку, ему ответили на это подзатыльником. Ну, да, просто никто не думал, что они там, что-то ему сломали, да, и может быть, и пофигу, там, в этом добром волшебнике, там, вот я говорю, говоришь, и сам ловишь себя на том, что ты, как бы, прикалываешься, то есть, это уже степ какой-то, вот страшная, совершенно безумная история, а она выглядит, как степ, преподносится, как степ, и мы ее воспринимаем, как степ, вот что самое удивительное, я сам себя ловлю, очень часто, как какая-то трагедия, реальная трагедия, а я воспринимаю, как степ. Побоище на Хованском кладбище. Ну да, главная, наверное, сегодняшняя новость, ну, вот, все, наверное, уже слышали, что на Хованском кладбище произошло побоище, выходные дни тут наши, и что, я так понимаю, кавказцы стрелялись и убивались с этими, с, ну, туркестанцами, так их назовем, в основном с таджиками, конечно, то есть, тема такая, очень интересная получилась, что вот так ее, я так понимаю, это Адагамов, или кто это сделал, вот так ее избирали, то есть, хованское сражение, расположение сил, с одной стороны, кавказцы, с другой стороны, азиаты, а под землей русские, такое, на земле кавказцы, азиаты, а под землей русские, то есть, православных кладбища, хованское, достаточно известное, я так понимаю, что стоит там все очень дорого, поэтому, крышевать это кладбище, это очень хороший бизнес, я понимаю, таджики, там трудились, получали деньги, и не делились, ни с директором кладбища, с этим, ни с кавказцами, которые крышуют, директор кладбища, в результате, он пожаловал со своей крыши, те приехали разбираться, причем, заранее уже знали про это, и приехали менты, и менты не вмешивались, а зачем им вмешиваться, им никто не давал, никакой команды, тем более, они знают, что когда разбираются кавказцы, а они вмешиваются, то потом они же и садятся, нафиг это им нужно, тем более, там они понимали, что дело идет о бизнесе, о деньгах, и вот такое соотношение сил странное, там вот 500 человек было, я так понимаю, большинство этих таджиков, ну а кавказцы были вооружены, у них, вот я так понимаю, изъят автомат, там сколько-то гильз нашли, пистолеты были, в общем, в них стреляли, они отбивались там лопатами, ломами, достаточно жестко себя вели, в результате, два человека погибли, задавили машины, одного застрелили, вот такая вот интересная вещь, ловят какого-то леча Яхьева, вот он с 74 года рождения, где-то в Астрахани родился, вот сейчас ловят его, да, и все обращают внимание, что как-то для того, чтобы хоронить, за право хоронить православных, дрались мусульмане, очень, да, сразу же вспоминается, замечательный персонаж, из Кинзазы, который сказал, я всем, я скажу всем, да, до чего довел планету, этот фигляр ПЖ, тут даже говорить, до чего довел Россию, Путин, нечего, оно, очевидно, включаешь телевизор, и все это видишь, это что, Обама виноват, кто это в этом виноват, или там менты, которые не ввязывались, вы что думаете, вооруженным ментам страшно было ввязаться и всех там покосить что ли, да им как два пальца обоссать, некоторым за удовольствие, я вот в милиции работал, да мне это радость была, они боялись, потому что команды никакой не было, они ждут команду, а что делать, и команда первая прошла очень ясно, и мы это видели, первой команды надо хватать, незамедлительно этих таджиков, и высылать их, то первая информация была, таджиков выслали, ну правильно, конечно, они с лопатами виновали, виноваты у них из автомата постреляли, они с лопатами, собаки такие, представляешь, потому что, понятно, что таджики припухли, как мы и говорили, у них, ну, слишком серьезный, с риском серьезная стала их таджикская крыша, их очень много, больше двух миллионов на территории России, представляете, какие бабки, да, только официально, они отправляют своему шефу, вот этому московскому, естественно, на эти бабки может все что угодно, поэтому, конечно, они не платили, ни этому директору рынка, ни кавказцам, ни ментам, никому не платили, и понятно, что среди этих кавказцев, я так понимаю, даже и менты были, которые тоже, были не рады, что им не платят. Ну, и нужно понимать, что в общей сложности, по последним только официальным данным, там участвовали 500 человек. 500, и причем, говорят, там 40 задержали, задержали более 100 человек, причем, я так понимаю, что большую часть допросили и отпустили, да, потому что, ну, а что их, и еще неизвестно кого, в основном, наверное, таджику, вот, и пишут, не смогла разогнать толпу, за полтора часа, до побоища милиция, и вот сейчас началась массовая проверка столичных кладбищ, ну, после пожара и хрен, насос, говорят, это, в общем-то, не мы придумали, да, вот, вот, то 50 мигрантов, то 40 выдворят из России, выдворят, недобитых таджиков, надо выдворять, да, тех, которых не дострелили, самое главное, что сейчас выдворят этих, появятся новые таджики, которые будут платить, кому им скажут, вот им сказали, этим таджикам, вы что думаете, они сами не платят, что ли, просто их крыша, которая у них есть, сказал, все, ребят, мы все вопросы решаем, вы нам только башляете и все, а всех остальных нафиг, если вам сказали всем платить, они платили всем, они делают то, что им сказали, вот эти таджики, они не делают ничего сверх этого, поверьте. А что будет с теми, кто стрелял? Не знаю, как видишь, их ловят, ты думаешь, почему дали фамилию и так и далее, ну, потому что, вот он всех убил, давайте его ловите, самый главный злодей, да, я еще не знаю, где его там, вообще был такой человек, с такой фамилией, именем, я вполне допускаю, что могут ловить кого угодно, да, какого-то, его могли бы, там, Ван Стратон назвать, капитан летучего голландца, блядь, ну, ловил, есть установочные данные, по всем морям, блядь, можно гонять, что проще-то, взять и дать данные, человек, который может, не то же в природе, ну, был в природе, потом помер, там, в ИГИЛ, его застрелили в Сирии, блядь, ну, дайте его данные, пусть они его ловят, и опухнут с этим, так что я думаю, что может так и оказаться, вот, и полиция изъяла документы в администрации Хованского кладбища, теперь директора, которого тут же уволили, они теперь подтаскивают, он во всем виноват, они будут сажать этого директора, потому что он злодей, вот, представляешь, не, я понимаю, что директор кладбища в России не может не быть злодеем, знаешь, это классика, то есть, да, он, он сто процентов злодей, и я уверен, что его есть за что посадить, вот, поэтому они обязательно найдут, но как-то хотелось бы рядом с ним видеть и всех остальных злодеев, как-то вот, причем от мала до велика, кладбищенский злодей, мне кажется, это самый низкий уровень российского злодея, но там есть такой вот товарищ с виланчелью, я не Ралдугина имею в виду, да, я думаю, что это гораздо больший злодей, и этот гражданин ПЖ, да, господин ПЖ виноват в том, что такое случилось. Конечно, кладбищенские злодеи, это не самые низкие, но и далеко не самый высокий уровень злодеев. Ну да, ну я имею в виду, но это все равно, это значит, как вот второго, это нечисть второго порядка, таком, да, такой леший, леший такой, водяной, леший, домовой какой-то, вот так вот. На строительной базе. Что будет с РЖД после революции, как что, ну, национализация РЖД будет, а что, и Газпром, и РЖД, и Роснефть, и все, и на риск никель, кстати, это, наверное, насчет там. А с монополией будем в перевозках бороться? В смысле, а зачем? в смысле, если это будет государственная структура, зачем бороться с монополией? А как, кто может, а ты имеешь в виду, по железной дороге? Да, да, да. А как мы сможем? я имею в виду, ну, так же, как по аналогии сейчас, например, в авиаперевозках, то есть, есть один аэропорт, он государственный. Это понятно, аэропортов, кстати, много, и не все государственные, и самолетов очень много, а здесь-то рельсы, рельсы одни, понимаешь, а что ты сделаешь? Нет, а если бы было, и об этом очень многие говорят, если бы были несколько перевозчиков, правильных, а где их взять? Это надо их родить, нужно взять железную дорогу, порубить на части, в свое время царь-батюшка выделил бешеные деньги, чтобы выкупить у таких перевозчиков, после того, как улетел на паровозе сам, понимаешь, Александр Третий, он понимал, что железная дорога должна быть государственной, ну, это нормально, государственная железная дорога работает нормально, а конкурировать можно с автоперевозчиками, пожалуйста, их вот полно, чем железная дорога не конкурирует с автоперевозчиками, если будет дешевле, будут ездить на автоперевозчиках, правильно? Тогда логичный вопрос, а с авиаперевозками оставим так же, как есть или по той же схеме? Нет, ну, зачем авиацию, то, что, то, что, вот, является, так скажем, железная дорога, это особая, как бы, система, она, несколько еще и военизирована, у нее еще есть назначение, связанное с, ну, мобилизационное назначение, так скажем, у авиации, оно может быть и есть, но это у той части авиации, которую государство представляет, поэтому, я не думаю, что имеет смысл национализировать, все, вот, что там есть в авиации, конечно, нет, ну, мне кажется, наоборот, надо частную авиацию, увеличивать. Ну, только позволить ей развиваться, нормальное законодательство под это сделать, налогообложение. Создать условия, проще говоря, но, не знаю, все равно. Но это не, это не обязательно, как бы, это истина, да? Ну, все-таки, мне кажется, что если бы были какие-то конкуренты у РЖД, то, а где их взять? Это надо рядом еще РЖД построить. Нет, ну, опять же, создать условия, также по аналогии. Кто захочет, ради бога, поверь мне, еще 200 лет никто не захочет строить РЖД ряд-ряд. Нет, я имею в виду, опять же, не новую железную дорогу делать. Но вот сейчас у нас есть авиаперевозки, там, Саратов-Москва, например, да? Ну, они по воздуху, а это по рельсам, понимаешь? Разные. По рельсам они идут, 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 идут. Значит, нужно остановить своих и пустить чужих, понимаешь? Это как вот они, смешные люди в Газпроме, там, разговаривают о том, какой газ. Вот это газ Газпрома, а это газ Роснефти, а это еще там хрен знает, кого газ по одной и той же трубе. О чем речь? Какой газ? Там он весь газ один и тот же. Их, наш, ваш, блядь, там бумажки, там, там это, ребят, просто крадут бабки. И поэтому это там имеет смысл. А здесь мы не собираемся красть бабки. Какой смысл? Нам нужно удешевить, нам нужно сделать как можно дешевле. Для чего? Для того, чтобы все развивалось. Да, согласен. На строительной базе на Ржевке мигрант порезал двух рабочих. Ну, классика такая, видишь, вот, мигрант тоже захованщину, отплатил захованщину. Да, я так понимаю, что как-то плохо отплатил, он своих же порезал, и одного, я так понимаю, насовсем зарезал, а второго вроде не сильно. А вот в Старомосколе на первенстве России по вольной борьбе написано, организаторам пришлось утихомирить зрителя с пистолетом. Я не понимаю, о чем речь. Мы смотрели видео, видели такую картину, что какие-то вольной борьбой занимающиеся спортсмены, да, что-то один после свистка уже другого получается повалил, я так понимаю, вылетели они за ковер, тому второму не понравилось, начали драться. Тут прибежал какой-то безумец, начал размахивать пистолетом в такой толпе, то есть, ну, честно говоря, если я увидел такого безумца с пистолетом, я бы его сразу выстегнул, потому что, ну, хрен не знаю, тот сейчас пулять начнет, кого-нибудь убьет, организатор он там, или он просто там поссать вышел, как в том анекдоте, мне было бы пофигу, я бы его сразу стеганул, потому что, ну, ты что, человек с пистолетом в толпе, вот, любой выстрел и все, и одной пулей он убил обоих, да, помнишь, как в той песне бродил по берегу в тоске, и поэтому рассказывают, что там была драка, перестрелка, да ничего там не было, посмотрите, сами там, одни пишут, что там была какая-то массовая драка, не была, там, спортсмены начали драться, но они молодые люди, ему положено драться. Да даже не драться, так толкаться. Ну да, что-то ерунда какая-то, ну они, да, какие-то, они вольные борцы, какая там драка, вот, и, в общем, как-то это все странно, и самая главная реакция СМИ мне очень не понравилась, она какая-то неправильная, что ли. И нас вот еще удивило, как человек с пистолетом прошел на спортивный комплекс, то есть, он мог выбежать, а мог не выбежать, мог вообще там заложников взять, грубо говоря, то есть, ну нет, вопрос интересный, как он туда попал, и кстати, по-моему, нигде, ни в одном СМИ об этом, такой вопрос не вставал, да, то есть, и МВД там никакую проверку не начали, я по крайней мере не слышал, может, конечно, я ошибаюсь. А кто вообще этим должен заниматься? Не знаю, кого они определили, там, там, то есть, это личная охрана, устроители, да, нет, ну и менты должны выделять своих, это однозначно, там у них и план дислокации, где какие должны стоять, обязательно, массовые мероприятия, там, что хочешь, может быть. Я говорю, получается, можно, поэтому и выгоражу это. Слава, как вы планируете выполнять бюджет, мы уж миллион раз говорили, благодаря национализации бюджет будет пополнен, как минимум, в пять раз будет больше прежнего, нынешнего, как минимум, вот просто национализируем, Газпром, Роснефть, вот этот нефтегаз, который формальный, то есть, там, держатель акций чьих-то, железную дорогу и так далее, и Норильск-Никкель, ну, это я так уж говорю, чтобы там кому-то свербило в одном месте, а так-то у таких, как Норильск-Никкель, тоже там достаточно. И не воровать эти деньги. Да, конечно, и все. Украина выиграла Евровидение. Да, такой взрыв мозга произошел тут, начали кричать, что конкурс стал политизированным, а он не был политизирован, когда бородатая баба победила. Я помню, за год практически, то есть, в сентябре 25-го числа в Твиттере написал, там говорит, вот Австрия на конкурс выдвинул бородатую женщину, что я написал, вот она и победит. А это было, он в мае, да, а это было в сентябре. То есть, в сентябре я знал, что бородатая баба победит. Почему? Потому что конкурс, конечно, политизирован. И поэтому, я удивлен, что они машут крыльями, что они до этого это не знали. Я, честно говоря, не знаю, вот Лазарев стал третьим. Я не знаю, кто такой Лазарев, я про него узнал, только каждый день, читая, что он потерял сознание, то там, выступал, то там потерял сознание. Я как-то жалел этого человека. Я не знаю, не слышал его ни разу. И мне было жалко, потому что кто-то чуть не в Саратове, кто-то в Питере, где-то еще он там потерял сознание. Гигалага умирающий, лезет на сцену, там теряет сознание. Мне как-то жалко такого было. А мне тут сказали, а не, он на Евровидении поет. Я говорю, там может сознание потерять, нет, не потеряет. Ну и как-то я это... Я еще спросил, говорю, кто такой Лазарев, а мне говорит, это такой пидорковатый, у смышей был, да, там у этого, это как смеш, да, группа была, да, вот мне сказали. А я почему знаю, потому что про этих смышей Ломов много рассказывал, он с ними бухал, что ли, периодически, вот поэтому как-то я про них слышал. Ну на самом деле там достаточно интересная история, я подробностей не знаю, но насколько я знаю, не то ли в каком-то интервью, не то ли где-то еще Лазарев выступил в поддержку того, что Крым украинский, неожиданно. И это было еще, наверное, года полтора назад, его там украбендеровцем все обзывали, а потом объявили, что он едет на Евровидение. Вот. И в принципе, в этом плане, ну, наверное, какие-то вот там три сотых процента уважения к себе, он, наверное, все-таки должен получить. Не, а я не знаю, кто такой Лазарев, я его не слышал, я вполне допускаю, если он занял там третье место, а по зрительским симпатиям первое, я вполне допускаю, что он очень хорошо пел и вполне достойный первого места и так далее. В общем-то, для меня другое, вот непонятно, там второе место заняла Австралия, а Евровидение, причем Австралия, это Евро, ну, она в составе английской короны, из-за этого, что соединенные королевства, а где Канада тогда, а Канада тогда где, ну, как-то вот, не знаю, я как-то, меня это потрясло, Евровидение и Австралия, как по-другому, мир себе воспринимал, Европу, окраинувает, вот Клинцевич тут говорит, Россия, Россия стоит отказаться от участия в Евровидении 17, вот, и, там, везде написали, что политика одержал верх над искусством, а вот интересно, Путин занимается политикой или искусством? А? Чем занимается? Путин занимается политикой, и если политика одержала верх над искусством, значит, Путин просрал. Ну, то есть, вот, представляете, человек у нас есть, который ничем больше не занимается, кроме как политикой и вилончелями, ну, искусством, так назовем, ну, и его политика проигрышная, но если он проиграл в Евровидении, значит, политика Путина проигрышная, логично, они вот орут, мы, да, мы, а что бы там, это похоже, как тот анекдот, да, как про этого, про мишку, да, когда зайчик там, говорит, там, мне мам, морковку принесла, такой довольный, а лисенка, мне мам, куриную ножку принесла, а этот, волчонка, мне мам, ягнелка принесла, медвежонка, нет, нифига, мам, мам спит, лапу сосет, и он, соответственно, лапу сосет, он говорит, а я, а мне, а у меня, а им всем пизды дам, вот, приблизительно, то же самое, представляешь, то есть путинская политика даже здесь просрала, даже вот в этом, и об этом почему-то никто не говорит, ну да, это политический конкурс, ну проиграли, проиграли, ну утритесь, что вы, вот, тут, я говорю, Клинцевич, такой тоже большой любитель искусств, судя по всему, да, поварских, высказался, Рогозин сказал, что Шнуров должен там выйти на Евровидение, который теперь будет на Украине, и послать всех, ну вот Шнуров тут правильно сказал, что удивился, что из 140 миллионов только один может послать, нет, Шнуров, я тоже могу послать, причем, до этого Вячеслав Иванович, классно Евровидение, причем, включая Евровидение, Путина, и всех, и даже гораздо больше, большее количество, чем Шнуров, да, вот, Мария Захарова предложила спеть про Асада, даже на английском написала, что Асад кровавый, там, и так далее, и вот, и, что Асад кровавый, Асад хуже всех, отдайте мне приз, мы заслужили успех, я согласен, и вот как раз надо Рогозину сказать, что отсылать надо на Евровидение, как раз, Марию Захарову, первое место обеспечено, если она споет, вот как раз, вот эту песню про Асада, что дайте мне приз, а Асад хуже всех, при этом, она должна быть с бородой, а Лавров на потанцовке, и все, и 100%, я гарантирую, вы получите первое место, и политика Путина будет вылечена, неигрышная, вот чтобы выиграть, вам только это надо сделать. В завершении темы Евровидения, но я не буду спрашивать, знаете ли вы, кто выступал от Австралии, но я только что узнал, кореянка, серьезно, без шуток, кореянка выступала от Австралии, ну, видимо, ее гражданство Австралии, а сама она кореянка, то есть, да, я слышал, кстати, говорили, точно, я сейчас вспомнил, еще говорили, что там какая-то беременная выступала, может быть, это же кореянка, может быть, не это, но, для полной, да, нет, конечно, то есть, люди грамотные, они понимали, что беременная реально получит больше, чем не беременная, еще она должна была быть карликом, да, поэтому это уже классический вариант, понимаешь, да, то есть, вот мы видели это в России, насчет карликов, это уже, мы видели, что первое место обеспечено, ну, людям не таким, да, ну, мы помним это еще по фильму «Смешная девчонка» с Барбарой Стрезант, когда она хотела, чтобы выглядеть солиднее, засунула себе в живот подушку и там пела песню, о том, какая она девушка там и так далее, с таким пузом все очень смеялись и восприняли это как шутку, да, вот беременных было две, вот видите, какие люди продвинутые, да, поединок боксеров Александрова, а еще датское жюри по ошибке присудило баллы Украине, понимаешь, то есть, проплатили не за тех, а они не тем, ужас какой-то, вообще кошмар, вот это вот мимо кассы называется, и Кличко, как вот его назвали, смотрящий в завтрашний день, Кличко, начал готовиться к Евровидению 17, ну, сегодня, да, сегодня, правильно, а что делать, Герасченко сказал, что никого не пустят из этих, из тех, кто в списке, там, в черном списке, и, вот я могу сказать, Герасченко, вот такие заявления, они к чему приводят, они приводят к тому, что Евровидение будет рассматриваться, как фашистский матч, в этот матч в Киеве, против фашистов, футбольный, помнишь, там такой, то есть, это такой вот, побороть фашистов надо, то есть, не надо вообще было об этом говорить, и заикаться, потому что, ну, во-первых, это не прокатывает, вот, Песков тоже сказал, я обычно с ним не соглашаюсь, а здесь соглашусь, он сказал, что есть общее правило Евровидения, да, действительно, есть общее правило, поэтому, в общем, то, что сказал Герасченко, это не прокатит, а лишнего он поддал, то есть, сейчас вся Кисель ТВ рассказывает о том, как надо бендеровцев побеждать с фашистами, опять, в общем, футбольный матч против фашистов. Причем, у них такое раздвоение, с одной стороны, надо побеждать их, с другой стороны, они рассказывают о том, как это плохо, что у них будет Евровидение, потому что они потратят много денег, а Украина и так очень нищая. А еще заявили о том, что это проплатили ЦРУшники, для того, чтобы вот победу Украины, для того, чтобы потом отмывать через Украину денег, ну, когда у них есть рядом Панама, да, и ЦРУ нужно отмывать деньги через Украину, ну, это просто смешно. Поединок боксеров Александра Поветкина и Дантея Уайлдера перенесен. Да, еще обнаружили у Поветкина Мелдонии, ну, в общем, классические варианты, поединок перенесли, потому что он не виноват. Ну, вот так. Бывает. Не виноват. Ну, я, кстати, и не думаю, что вот в боевых каких-то искусствах есть такой вот Мелдоний, который может что-то помочь, если уж кто-то готов, как говорится, навалять, то никакой Мелдоний не спасет, да, там, в бубен если попадут, то ты пей Мелдоний, не пей Мелдоний, там, лампочку стряхнут сразу, мгновенно, и ничего это не поможет. Нет, если перед матчем непосредственно какой-нибудь первитин употребить, да, то, ну, наверное, как-то это штырит человека, там, морфика, да, да, морфий, кольнуть, что-то, не, морфий нет, это он залипать будет, а именно какие-то такие вещи, ну, первитины какие-то, как гитлеровцы вон придумали, а сейчас, то, что сейчас жрут на дискотеках, пачками там всяких, ну, я не знаю, как они там, зайчики там эти, всякие, вот поэтому, это да, но там-то непосредственно анализ, а то, что в процессе, там, в подготовке к матчу человек жрал, ну, и что, это как ему поможет в самом бою? Саперы взорвали подозрительный предмет на стадионе Манчестер Юнайтед. Он оказался муляжом бомбы. То есть, видишь, это, я так понимаю, просто засада такая специальная, чтобы не состоялся матч, оставили муляж бомбы, все разбежались, потом приехали саперы, все взорвали, а потом уже все, паровоз ушел, ушел, матч не состоит, говорит, матч состоится при любой погоде, а сейчас, вот, видишь, такая бывает погода с этими бомбами, что может и не состояться. Пилот погиб при крушении самолета на Авио шел в США. Пишет ЛСД. Да и сломит лизергиновая кислота, она, конечно, препарат очень веселый, но не для этого, потому что человек может совсем другими вещами заняться, начать зрителей, например, охаживать, или еще что-то, или будет расширять свое сознание, глядя на потолок, поэтому я не думаю, что бойцу может это помочь. Но там есть специалисты, которые знают, что давать тому бойцу, который, в общем-то, должен победить. Да, что ты говоришь еще? Погиб, пилот погиб при крушении самолета на Авио шел в США. Да, как я посмотрел, далеко, в штопорную бочку просто он вошел, и все, как-то закрутился, странно. Такое ощущение было, там вот говорят, что он что-то не справился, у меня вот они разошлись перед этим, друг с другом, и я не обратил внимания, но у меня такое ощущение, что один другого просто цепанул, и что-то у него там испортилось, мягко говоря. Погибшие при падении вертолета летели на поминки миллионера. Странная история, в Ленобласти, значит, упал вертолетик в выходные дни, и вдруг МЧС-ники, вертолетик, еврокоптер, и неплохой еврокоптер. Значит, ну, там про эти граждане уже сказали, что они бухали всю ночь, потом сели нетрезвые, полетели, зацепили за линию электропередач, вертолет упал в озеро, и тут, казалось бы, ну, все как всегда, и вдруг дальше происходит совершенно невероятное событие. Прилетают туда и прибегают все МЧС-ники, которых только можно там собрать, какие-то водолазы, я не знаю, канадоходцы, там, вообще, виртуозы, там, поднятие вертолетов со дна озера, пригоняют, К-32 вертолет, который зацепляет под водой вот этот Еврокоптер, а тот весит две с половиной тонны, а наполненный водой весит гораздо больше, то есть, понятно, что, если там взять этот объем, то это тонн под 7, и К-32 модификация, самая крутая, которого на внешней подвеске может поднять только 5 тонн, это самая крутая модификация, там, я так понимаю, был не он, он его извлекает из воды, то есть, я так понимаю, нарушая все возможные правила, лишь бы быстрее вытащить этот вертолет, поставить его, сфотографировать и так далее, почему это происходило, я не знаю, то есть, ну, у меня есть определенные догадки, которые я не буду тут высказывать, но совершенно странная такая история, потому что отрапортовали мгновенно, все, прибежали, всех покойников вытащили, вертолет вынули, вот он лежит, все следователи описали, все в руку пожали, все, все, уже фактически расследование прекратили, все все знают, почему такая скорость, кто эти люди, которые погибли, почему они такое значение имели для вот этих спасателей, я не знаю, режим ЧС введен в расслаблении, под водой, под водой же предметы ничего не весят, они не весят, пока ты не начинаешь их извлекать из воды, в этом-то вся соль, под водой они ничего не весят, эти предметы, да, но я недалек от мысли, что у него нулевая плавучесть, да, вот он его извлекает, извлекает, у воды есть сопротивление, доходит, даже если, предположим, они какие-то там мешки прицепили, хотя из кадров видео этого не видно, что они как-то эти водолазы его там чем-то наполнили, да, и вот когда его начинают вынимать, он еще полон воды, да, она потом из него вытекает, ну, представьте, сколько вот в тот момент, когда вынимают, поэтому мы эти все вещи знаем, ребята, то, что там было нарушение, совершенно очевидно, вообще просто, без всякого. Режим ЧС введен в Ростовской области. Да, видишь, в населенных пунктах Ростовской области сорвало крышу, там, в ста домах, я так понимаю, что это Белая Калитва, вот вокруг это Белый Калитвинский район, но там всегда, вот когда мимо проезжаешь из Ростова, едешь на Волгоград, по главной, по Ростовской дороге на Москву и тут 90 градусов повороты на Белую Калитву и на Волгоград, и вот с этого поворота всегда начинаются самые большие неприятности, связанные с погодой, вот когда бы ты не ехал, ты попадаешь в какой-то жуткий туман. Ганс Уллерих Рудль, когда летал бомбить Сталинград, вот он описывает, что это самое худшее место в мире, которое он знает, оно, оно, это, что там, с камерой, что там работает? И был он потом и в Латинской Америке живут, где только, что случилось? Сейчас быстро сесть, да, и в Латинской Америке он работал, и где он только не бомбил, и потом, где только не жил, и вот оказалось, что там наихудшая погода среди всех, особенно утром, он говорит, все утро это туман, ну действительно, все утро туман, вот там организовался смерть в Вишно-Цемлянском водохранилище, народ напугало много, а в Ставрополе, я так понимаю, что этот же ураган, он родил совершенно немыслимые градины, и все это вот в Ставрополе вывалилось, вот так это выглядит, но такая градина, если стукнет по голове, будет не очень приятно, а если по лобовому стеклу, то, наверное, его высадят, если будешь ехать с должной скоростью, такие вот дела, тут пишут, все работает, нет, у нас еще другая камера тут, так что вот в Ставрополе кому-то не повезло, и ветер там был 20 метров в секунду, 20 метров в секунду, и вот такие градины летят, то есть 300 спартанцев было лучше, наверное, там на фермопилах, потому что у них щиты были, по крайней мере, чтобы отстрел персов защищаться, а здесь, представляешь, вот так вот в поле, и нет ничего, я не знаю, что делать, руками закрываться, ужасно, конечно, впечатляет, никого там не прибило, ну нет, пока нет информации, да наверняка кого-то нахлобучило, ну представляешь, какие грандины падают при таком ветре, ну у нас так вот, все хорошо, прекрасная маркиза, да, и вы про туман говорили, вот знаю еще, что в Костромской области совершенно жуткий туман, и у нас есть зрители из Костромы, не дайте мне соврать, привет Костроме. Привет Костроме, ну и Белой Калитве, конечно, и Цемлянскому всему водохранилище, Волгодонскому, в общем, в Ярославской области ребенок погиб от удара током на улице. Ну это то, о чем мы говорим, вот видите, дотронулся до оголенных проводов, которые торчали из трансформатора, это вот что, восьмилетний ребенок смог добраться до оголенных проводов, то есть они вот торчали, вообще, всем все пофигу. Мы, причем, платим за электричество, вы сами знаете, сколько, за то электричество, которое сами же и сделали. Вся, все электрическое, что есть, сделано нами, а сейчас просто определенные люди берут за это бабки, и все, и вот они даже заизолировать не могут, ну и же денег стоит, понимаешь, в каком виде, либо надо нанимать какого-то мастера, хорошего, платить нормальные деньги, либо там расходных материалов давать больше, и так далее, а у них сойдет и так, потому что, ну, каждый на своем месте хочет украсть, в результате минус 8-летний мальчик. Ну, для нас это потери чрезвычайные, я хочу, чтобы было понимание, то есть, когда мы возьмем власть, вот такое преступление, а это именно преступление, ну, будет караться очень значительным сроком, то есть, ну, пятнашечка, это как с куста, ребят, просто как с куста, чтобы без обид был, потому что, ну, у нас, как бы, не напасемся детей, если вот такое будет. Распиздяйство это, по-другому не назовешь, и воровство. А даже дело не завели никакое? Да, я не знаю. Да, откупится, что ты. Найдено тело пропавшего в Оренбургской области трехлетнего ребенка. Чудовищная ситуация, ребенок ушел из дома, его нашли потом на горе, на какой-то 4 километрах от дома, я так понимаю, ночью была плюс 7 температур, ребенок погиб, то есть, его, ну, там пока экспертизы нет, скорее всего, наверное, умер от переохлаждения, потому что, ну, температура, при которой погибает взрослый человек, без одежды и без движения, это плюс 8, ну, нормальный взрослый человек, то есть, хорошего телосложения, такой упитанный, так скажем, ну, а ребеночек маленький, плюс 7, и это еще официально такая была температура, может, она была и ниже. В Ростове-на-Дону выжил, выпавший с 10 этажа, двухлетний ребенок. Ну, вот, у нас, я так понимаю, если так дальше пойдет, то только так, только будут жить те люди, которые выжили от удара током, от падения с 10 этажа, там, от выживания при переохлаждении, и так далее, то есть, как-то вот все у нас так странно идет, что у нас будущее поколение, это те, которые выжили, невзирая ни на что. Ну, может, хорошо, может, естественный отбор, но с другой стороны, вы понимаете, что в результате естественного отбора, сколько будет инвалидов, и сколько людей вообще останется. В заводском районе 16-летней девушке раздавило голову перевернувшейся машиной. Да, в Саратове. Машина перевернулась, вот так она выглядит, эта машина, видите, она на шипах еще, 14-я, шипованная резина, такая, истертая до безумия, ну, что-то вот он за бордюр зацепился, и так далее, как нам сказали. И вот, что характерно, вот эта фотография мне, она очень характерна, то есть отбитое зеркало, Георгиевская ленточка, бутылка пива, то есть это вот этот, с Георгиевской ленточкой, это из этих, из повторяльщиков, вот это, который, можем повторить, вот что они могут повторить, мы вот увидели, повторяльщики, да, на шипах с ленточкой, одни, одни на лабутенах, да, и в восхитительных штанах, а другие на шипах, с ленточкой а собственно совершенно одинаковые что те что другие таки такой так вот вышло что именно в эту ночь пришлось мне пешком прям буквально может быть в эти же минуты проходить мимо этого места и шел из заводского в центр но кто знает саратове практически полгорода надо пройти вот и видел таких вот водителей аж целых пять человек на пять машин следовательно вот которые ну там чудом три машины чудом не не убились и там одна машина на бок легла то есть это я шел вот просто и на моих глазах 5 таких машин то есть этот вопрос о том насколько люди безответственно относятся до к вождению выходной день понятно что в общем то в определенном состоянии садятся за руль и потом такие итоги получаются дороги не сахар тоже ну да и дороги конечно знаешь когда по дорогам по таким еще человек пытается там что-то дрифтовать и там едет 100 там где нормальный человек не едет 30 но грузовик насмерть сбил женщину полицейского в томской области ну да но я напоминаю что ежедневно 100 человек погибает на дорогах россии 800 получают ранения а инспекторов дорожной патрульной службы но там разные раньше писали эти света 517 я помню были а потом их вообще сейчас не пишут то есть я так понимаю гораздо больше уже стало и вообще вот непонятно а зачем они вообще на дороге чего они делают на дороге что они делают такого ради чего вот этот баб должна была погибнуть ну чё они они своим присутствием уменьшают количество дтп нет не уменьшают участок всех убери будет меньше больше дтп что ли да не будет больше наоборот меньше я думаю станет то есть они какую-то выполнять общественно важную функцию нет в основном они занимаются поборами ну то есть зарабатывать деньги себе и так далее и и своим начальником но их их там и пара корме найдем способ покормить начальники сами себя прокормят в колониях я думаю так что вообще без проблем так что вот я я вот этого не понимаем нифига все это нужно и при этом может понимаем ты сказал про дороги вот у нас официально в россии 900 тысяч километров с твердым покрытием нет не асфальтированных дорог вы не заблуждайтесь и такие зелененькие они с твердым покрытием я попал на такую зелененькую я рассказывал когда ехал от майкопа до туапсе и такой зелененькой проехал чуть не посидел в грозу там в горах представляешь так насыпан щебень и поэтому щебни еду вот так вот я к чему а дорог тех которые называются магистралями да у нас 900 километров такой вот который 900 километров которую можно считать магистралью это по международным данным по данным этого роз как он рада автодор до 50000 с чем-то 50000 и 800 километров дорог федерального значения 50000 то есть это те которые более менее приспособлены для езды в китае таких дорог 4 миллиона километров в индии 5 в америке 6 700 так что вот даже если взять американские 6 700 и 900 кил тысяч километров твердого покрытия то есть там такие автобаны да а здесь твердое покрытие то все равно ну вообще никак не катит если там америке сколько-то 10 миллионов квадратных километров 9 чем погуглить я уже забыл 9 чем а здесь 17 чем-то да ужас ужас у кажется здесь население меньше ну предположим тогда в два раза меньше населения пусть был было в два раза меньше дорог да но то это уже нет москве водитель гмв x6 въехавший в группу пешеходов засмотрелся в телефон до семерых он пешеходов сбил так но наверное я помню останавливать метка это почему разговариваете по телефону игре айс и мы сейчас я не разговариваю не нашелся что ответить мне отпустил так и этот водитель на любви смысл с а вот и на лексусе также водитель в москве сбил девушку двух девушек с собаками ну то есть очень много было дтп в твери porsche врезался в мечеть интересно кто управлял porsche ну а ну а ну ладно него в подсаратовом пьяный водитель на газели снес 18 памятников на кладбище вот лишь как молодец такой комбинат благоустройства а нет это это нет это и это обратился в полицию моб комбинат благоустройства который вот кладбищем заведует хорошее название до комбинат благоустройства заведует кладбище благоустраивают граждан так как благоустройстве я представляю ленты такие человек положили на нее поехал гроб вокруг него скалачивать вот а в лондоне автобус въехал в витрину магазина вишни только у нас 3 человек пострадали не только у нас аварии случается а в раменском районе затруднено движение потому что пожар подмосковье горит и я так понимаю что будет продолжать гореть вот крупный пожар в уфе на рынке вот но еще мне написали вот вы сказали что рынки будут гореть ну естественно но представьте себе рынок такое место весьма пожароопасны плюс конкуренция бешеные плюс жуткой конечно проводка все то есть кто туда придет им просто денежку дадут этому пожаркам он уйдет дон я думаю не ходит они так у них уже налажено отправляют и все автоплатеж да в платеж так что там в рынке будут гореть и будут человеческие жертвы и все чего хочешь там без терактов можно может погибнуть без всяких поисковик общественной организации от манай взорвался знать подорвался в ходе работ в крыму вот снаряды они доставали 25 снарядов выкопали и на одном взорвался вот я даже не знаю как на такие вещи реагируют ну потому что понятно что снаряд со времени войны он взрывоопасен к нему прикасаться нельзя причем вот как вот он там умный он там знает никто ничего не знает он лежит в определенной среде представляешь тротин который находится в снаряде он пропотевает такой есть понять то есть когда он долго лежит из него выливается пропотевать жидкость такая до этого жидкости она как нитроглицерин опасно то есть ее можно взять каплю шлепнуть она сдетонирует так что мама не горю и она заливает полностью то жидкость и когда ты извлекаешь эту вещь и вот зеркало по нему просто пошла волна ряд пошла уже может подорваться представляешь то есть его нельзя трогать можно на месте взрывать потому что никто не знает что там внутри нет людей рентгенов кроме как там вот в люди их да он пришел смотрел этот можно извлекать а вот тот нельзя да там на свой страх и риск как-то можно но навряд ли я думаю что типа и поисковики должны заниматься это же в общем-то очень страшное дело я бы например не рискнул клянусь то есть я много вещей в жизни делал но вот старые снаряды извлекать это безумие просто да еще и возникает вопрос зачем на фига да главный вопрос рисковать жизнью там я понимаю ради спасения там жизни чьих-то да если снаряд там кому-то угрожает ли что-то еще а тут непонятно зачем вообще его трогать путин ни в чем не виноват виноват во всем сам народ который все терпит и рукоплещатым дум который уже давно живут за границей нет народ это и все и вот те которые вокруг меня здесь сидят они тоже народ и они очень сильно против этого поэтому нельзя говорить что весь народ виноват да какая часть народа безусловно виновата мы как-то и без них обойдемся без этих виноватых сделаем и делаем чуть то что лучше для нас они то что лучше для этих виноват к нам вообще до фонаря вот у меня вот вот вы пытаетесь там защитить народы не пытаюсь я защитить народу мне вообще на него класть на этот народ если ему самому на себя насрать как горький говорил если я я не за себя то кто за меня если я только за себя зачем я вот так вот так и я всю жизнь так живу и если я только за себя зачем я но я-то за себя в любом случае должен как-то биться вот то что я делаю я делаю для себя мне лет пятьдесят два года меньше чем через месяц будет у меня нет времени на этому путинскую херню поверьте нет уже не осталось поэтому мне нужно что сделать здесь что было хорошо мне моим детям хорошо это и бате да пошла она в жопу это в от просто если мне моим детям здесь будет хорошо значит будет хорошо этой вате потому что мы не будем вопреки ними не будем за счет их чё-то делать я хочу чтоб странни было здорово не вилончели и на тырить они мне на фиг не нужна если мне нужны на Я бы давно уже натырил вместе с этими братками. Но я почему с ними не дружу? Потому что они не нужны, эти галанчели. Мне нужно, чтобы в России было нормально. На Новорижском шоссе нашли внедорожник с двумя трупами в салоне. Да, нужно последить за этим делом. Интересно, что это такое? Разборки или банда ГТА? Я, конечно, ставлю на разборки. Потому что два во внедорожнике трупа, они больше похожи, конечно, на разборки. Ну, посмотрим. Пьяный мужчина зарезал знакомую семейную пару в Тульской области. Да, много вот такого. Пришел в гости, зарезал женщину, потом мужа. В общем, безумие какое-то. Ну, посмотрим тоже по уголовному делу, по этому, как они будут его расследовать. Хотя там, по идее, все ясно. В Москве маньяк-педофил изрезал ножом школьницу. То есть, видишь, что одну школьницу порезали, теперь другую. Причем, я так понимаю, что вот тут этого не написано. Ну, вот как-то я чувствую, что на 99% это не русская национальность, товарищ. Вот этот маньяк-педофил, которого назвали. Ну, потому что 99% таких преступлений совершаются нерусскими. Поэтому я на 99% уверен, что так оно и есть. Ну, слава богу, девочка жива. И вырвалась. В Нижнем Новгороде поймали женщину, обокравшую мужа. Да, вот это я тоже не понимаю вообще. То есть, я понимаю, МВДшникам надо поставить палку. Формально состав есть. Да, преступление очевидное, абсолютно не хлопотное. Все есть, все говорят. Вот я, честно говоря, я бы пришел мужик, принес бы мне вот такое заявление. Я бы работу сделал, ну, будучи ментом. Выловил бы там, забрал бы, отдал. А потом стал его допрашивать. Сказал, вы совместное хозяйство ведете? Вы как проживаете сюда? Да, это моя сожительница, живем вместе. А совместное хозяйство, а как вы деньги тратите? А там туда-сюда. Вот такую маляву написал, потом бы отказник шлепал. Сказал, блядь, а не муж с женой, пусть сами разбираются, идут в суд. Нахера мне их еще тут в дело возбуждать против них. А сейчас у вас будет дело, и эту бабу, ну, может, она. Ужасно совершенно. Вот, блядь, настолько мерзко все. Всего двух подростков с огнестрельными ранениями обнаружены в коме. Да, вот поохотились, блин. Я так понимаю, что один случайно подстрелил другого, как тут пишут, а потом застрелился сам. Ну, вообще история была бы, конечно, классная, но я имею в виду такая понятная. Ну, что-то очень много таких историй. Убил кого-то и тут же сам застрелился. Как-то вот, только исходя из того, что они уже за грани разумного такие истории перетекают, уже перетекают, уже не верятся. То есть, все логично вроде. Да, ну, мог подростков, мог застрелить другого, мог. Потом мог покончить, мог. Ну, слишком много таких историй. Когда всех убил, потом убил себя. Дирижера Святослава Лютера нашли мёртвым в квартире в Санкт-Петербурге. Да, какой-то вот 45-летний дирижер, я его не знал и не слышал его. Его нашли повесившимся. Бывает, видишь, все сейчас независимо от, как сказать, категории граждан, кончают с собой. Я вот, кстати, не знал про эту новость, не читал её. И прям в тему, ну, не дай бог, конечно, тем не менее, спрашивают. Мальцев, будет ли работа для выпускников музыкальных училищ и консерваторий? Сейчас работы нет. Если где-то что-то и платят, то копейки. Не, ну, безусловно. Дело в том, что продвигать мы будем не только, конечно, медицину и образование, но и искусство. Но без этого не получается. Общество не может быть полноценным и культурным, если не будет искусства. А среди искусств, ну, конечно, важнейшим для нас является музыка, безусловно. Если для Владимира Ильича кино и цирк, то для нас, конечно, музыкальное искусство, ну, так устроены мы. Что же, вот, ладно, как-то отдельно от культуры прям посвятить, потому что есть некое непонимание, а нафига это нужно? Это очень нужно. В центре Донецка взорвался автомобиль. Ну, классика, в общем-то, я так понимаю, что 31 погиб, двое ранены. Ну, какие-то разборы, и когда говорят, что там какие-то укрбендеровцы кого-то взорвали, я в это не верю, да? Как мы вчера говорили про это ДНР, мне понравилась фраза, которая прозвучала в нашем разговоре. «Кто сильнее, тот там и прокурор». Ну, в ДНР, в ЛНР, да. И вот, если вы помните, какая главная идея создания ЛНР и ДНР была? Нужно было укрохохлам, там, этим, блядь, бендеровцам, жида. Рептилоидам. Ну, в общем, да, препятствовать, уничтожать русских. Вот вопрос, вот есть Харьков, который не охвачен, так скажем, да, есть, ну, там, Одесса, да, там, и так далее, да, Киев, в конце концов, вот, Херсон, там, Николаев, который, там, вроде как, не уничтожают русских, да, и ДНР, и ЛНР нет. В этих регионах просто не хотят. Не хотят, а вот в ДНР и ЛНР захотели бы. То есть, фактически, то, что произошло в ДНР, в ЛНР, это нужно было устроить рок-н-ролл, чтобы передать власть каким-то алкашам, наркоманам и люмпинам. Ну, так ведь, люмпинам передали власть. Дедам Морозам. Да, Дедам Морозам, различным. Ну, и вообще, интересный момент, вот, мы же помним, да, когда только вся эта заварушка начиналась, там был и Мариуполь, где-то... Мариуполь не оплачивает, пишут, ну да, не оплачивает. Да, Мариуполь и Одесса, и что там только не было. Там же тоже были попытки, такие достаточно серьезные, попытки создать, там, Одесскую Народную Республику и так далее. То есть, логически размышляем, есть цель создать Народную Республику, чтобы не дать убивать там русских. Ну, такая странная цель, ну, допустим, в Одессе, в Мариуполь, этого не получилось. То есть, по логичному предположению, там должны убивать русских. Ну, да. Однако, там почему-то русских не убивают. Ну, это я говорю, да. Возникает вопрос, особенно в Донецке и в Луганске-то, зачем тогда вообще существует данная система, если в остальных городах она, в общем-то, не работает. Нет, это понятно. Мы как раз об этом и говорим, да, что единственный тезис, который был там, он оказался не жизнеспособным. Да, не жизнеспособным таким. Не выдержал критики. Поэтому... Мне кажется, большинство их тезисов не выдерживают критики, им, собственно, без разницы. Абсолютно вообще. Ну, да. Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе. Ой, показывали, не видел. Там что-то грохочет, кого-то переводят через железную дорогу. Я прям посмотрел видео, порадовался так, что никого не убили. А то сейчас бы очередную Савченко схватили за снайперский минометный огонь и судили бы. Опять она бы пересекла границу. В общем, ну, я так понимаю, что надо было встряхнуть перед встречей в Минске Лаврова. Надо было встряхнуть. Вот, показали. Съемочная группа чуть было не попала. Ну, и вот забыл я, к сожалению, фамилию. Сейчас я уверен, что мне напомнят. Видео тоже наверняка видели, уже достаточно старое. Ну, я русский из Мариуполя. Живехонька. Видео достаточно старое. Какая-то путинская журналистка или как ее там активистка-анонистка, которая сидит в подвале, там на заднем фоне ее коллега бьет в какой-то то ли таз, то ли во что-то еще, имитируя выстрелы. Вот, и она там сидит в каске и рассказывает, как там обстреливают, значит, их дом. Вот, потом что-то у них неправильно пошел этот дубль, она там засмеялась, что-то все делает. Ну, это вот та, которая Касьянова вопроса задавала. Ну, по-моему, да, 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 по-моему, да. Какая фамилия только, я не помню, но сейчас напомню. Это ж баба. Да, есть эти видео, там есть. Так что эти эксклюзивы вот от первого канала казахстанского, от Кисель-ТВ, мы их уже видим практически каждый день. Да, вот тут на байкеров клуб «Ночные волки» в Харькове напала группа неизвестной, такие жути, битами били, там ужас, и полиция не вмешивалась. Вот я вам честно скажу, вот, я не знаю, тут в России давно уж этих ночных волков всех перебили, если бы их милиция, не полиция не защищала. Потому что, ну, мы говорили, что, наверное, только активисты ЛГБТ имеют такую вективность, как эти вот, с позволения сказать, байкеры. Я не против байкеров, но есть просто байкеры, они очень вективные сами по себе. Вот у нас ездят там в определенных курточках, очень веселые ребята, я к ним очень хорошо отношусь, потому что они реально веселые, да. Так как у них на курточках написано «Алкаши», да, «Алкаши» группа называется «Алкаши», по-английски причем, очень хорошо. Ну вот, а вот «Ночные волки» это, к этим алкашам, наверное, еще прибавить вективности на 100%, да, и все получится тогда. Взрыв в Киеве, неизвестный киногранатов, полицейский участок. Ну вот, многие тут написали такой неизвестный киногранатов, тут послушаешь ужас какой-то, оказывается, где-то что-то взорвалось, недалеко от миграционной службы украинской, там где-то во дворе ночью, и стекло лопнуло, и пришли они, говорят, в дежурную часть у нас стекло лопнуло, а пошли там, нашли кусочки от РГД-5 и так далее, в общем, возбудили за хулиганство, а здесь уж рассказали такое, что там, ну, жуть какая-то была просто. В Крыму грозят тюрьмой за кражу песка с пляжей. Скоро сажать за кражу снегом буду. Ну, Аксенов требует ввести уголовную ответственность, хотя я представляю, что там происходит, если у нас на Волге целые острова воруют, песчаные острова воруют, но я могу сказать Аксенову, что ответственность уже существует, уголовная, да, просто. И здесь нужно просто употреблять власть, если им учета, им учета. Специальную статью, тогда нужно специальную статью захищения там чемоданов. Захищение сумок столько давать, а захищение чемоданов столько, да. Ну, песок, это же кому-то принадлежит, это пляж кому-то принадлежит, и так далее, вот чей собственность находится, я так понимаю, в основном в государстве. Так, что еще нужно, что еще какие полномочия нужны Аксенову с этой Поклонской, чтобы привлекать к уголовное ответственность тех, кто ворует этот песок, да. Причем есть цена этого песка. Тем более нужно же понимать, что его там воруют не ведерками детскими, и там не кулички из него делают, там при помощи техники, при помощи иногда плавучей техники, то есть какие-то правоохранительные органы, они как, не замечают огромные танкеры, которые увозят эти острова там в невероятных количествах, да, и масштабах. То есть в первую очередь надо отлавливать. Какая разница, какой будет строгости закон, если его не исполняют? Да, зачем он вообще это говорит, собственно? Не знаю, вообще не знаю. Ну, ему надо что-то говорить. Он такой крепкий хозяйственник такой, крепкий хозяйственник. Спрашивает, мальцев, ты любишь негритянок? И если вот, помнишь анекдот, когда говорит, гиви, ты помидоры любишь? Говорит, кушать, да, а так нет. Смотря, что имеют в виду, так вот, как, в смысле негритянок, как женщин, не пробовал, честно скажу. У меня был хороший знакомый художник литовец Балтрунос, такой известный очень художник литовский. Он постоянно ездил в Африку, рассказывал какие-то невероятные вещи про негритянок, совершенно невероятные, но даже под впечатлением его рассказов у меня не появилось почему-то желание как-то. Ну уж он прям очень вкусно рассказывал. Выступая перед преподавателями и студентами в Миске, Лавров заявил, что Запад начинает понимать, кто в ответе за тупик в реализации минских договоренностей по Украине. Ой, как Горбачев, вот где собака порылась. Помнишь, ну вы знаете, вот где собака порылась. Вот собака порылась. Тоже начал что-то гнать. Вот сказал, что минские соглашения нужно без их переписывания выполнять. Я с ним совершенно согласен. Объявил, что какие-то страны соседние с Ираком и Сирией помогают ИГИЛ. Я понимаю так, что это Турция, безусловно. И вот он только проснулся. Мы два года назад об этом говорили. Когда только в июне появился ИГИЛ, мы говорили, что это благодаря только существованию Турции могло. И не Турции, а Эрдогана лично могло это случиться. И Турция грела руки на нефтяном бизнесе. Вот только проснулся Лавров. Ну что меня удивило во встрече, не удивило, а что я подметил во встрече в Минске Лаврова с Лукашенко. А знаешь, что там было интересно? А Лукашенко взял с собой министра иностранных дел. Он не стал с Лавровым один на один встречаться. Там кто-то там в стороне сидел, а они что-то там чмокались, ручкались, а тот там присутствовал так. Ну, вроде для протокола, для этикета, но на самом деле я думаю, что Лукашенко гораздо глубже смотрит в завтрашний день. Если вспомнить помянутого сегодня Крючко. КНДР задержало российскую яхту по недоразумению. Странная история совершенно. То есть цапнули яхту в каком-то немыслимом количестве километров от берега в 150, что ли, я так понимаю. Ну, то есть в 100 морских милях практически, ну, чуть меньше. В 80 морских милях, будем говорить. Вот цапнули российскую яхту, Л-7, такая ленинградская. Быстрая яхта, ну, старенькая, хорошая яхта. Вот, и притащили ее за хобот туда, в корейский порт. Два дня продержали, ничего не говорили, потом, так же ничего не говоря, отпустили. И говорят, ой, как это, ошибился я, да? Они говорят, да не, там вот какую-то южнокорейскую символику, а у нас тут на катере дураки. Дураки подхватили, притащили, ничего не знают. Ты можешь поверить, что дураки из Северной Кореи сделали что-нибудь без команды, а? Дураки из России без команды ничего не делают. А из Северной Кореи там сделали, да их там распяли, прям на этом катере потом. Такая фигня полная. Я понимаю так, что, причем они сутки, больше суток не отвечали, пока не притащили яхту, вообще не отвечали на запросы. То есть МИД там тук-тук, а там тишина, да, ждите ответа. Ну, уникально совершенно. Не, я понимаю, то есть это такой плевок в морду небольшой. Вот Клинцевич опять тут проснулся, сравнил задержание российской яхты с, значит, вот этих военных с сомалийскими пиратами. Так вот, сам себя уважает, сравнил, молодец. Ну, молодец, чёрт, с кем Клинцевича можно сравнить, а вот. Вот, и что я сразу напоминаю, ну, то, что предшествовало корейской яхте, помните, замораживание сотрудничества с Северной Кореей, то есть отказались покупать руду, уголь, отказались слать туда овес, овес нынче дорог, как говорил Остап Бендер, да, плюс, значит, приехал японец, и перед японцем ещё всякие номера там выкидывали заявление, делали о недопустимости испытаний там всяких говённых ракет, которые не летят и так далее. То есть, а с японцами-то у Северной Кореи дела совсем плохи, поэтому как-то, в общем-то, ожидаемая эта реакция, такой вот вброс небольшой. Я к тому, что люди, которые живут в Центральной России, они очень часто забывают, что Северная Корея является пограничным государством. У нас есть общая граница с Северной Кореей. То есть, как-то это бывает, где-то она там, Северная Корея, она не там, ребята, она здесь. И это надо помнить очень хорошо. Испания не пропустила самолёт главы МИД Великобритании. Ну, он летел на военном самолёте, Мухаммад, причём летел в Гибралтарх, и он хотел, чтобы они ещё пропустили. То есть, представляешь, как они там, это самое, защёлкали зубами. Ну, облетел он через Гибралтарский пролив и через Атлантику Гибралтарский пролив и прилетел. Ничего с ним не случилось, лишний там полчасика или часок в полёте. Ну, на самом деле, это просто смешно, конечно, попросить у Испании сказать, дайте мы тут вот на военном самолёте в Гибралтар пролетим. Там не хотят, там настроение совсем другое. И вообще вопрос Гибралтара, он сейчас будет поднят в полный рост, мы это ещё увидим. Очень жёсткая будет ситуация и будет жёсткое противостояние. И я бы на месте англичан как-то вот к своему удовольствию бы это использовал. Ну, как-то отдал бы я им Гибралтар, но вот как-то к своему удовольствию, чтобы что-то ещё получить взамен, кроме рукопожатия. Сейчас вполне это возможно, потом, когда заточатся, будет очень нехорошее отношение, и это будут вот фолкленды, которые нафиг никому не нужны. Англии точно не нужны, да. Вот война с Аргентиной была ё-моё какая. Я не предсказываю, что здесь будет война с Испанией, но, в общем-то, ситуация может быть очень серьёзной и отразиться на НАТО, в частности, и на внутренней вот этой смычке в НАТО. Турецкого депутата, заявившего, что нужно сбить самолёт РФ, назвали сумасшедшим. Да, вот и тут сказали, что слова депутата выходят за грань, да. Вот он выиграли, значит, ЦСКА выиграла у этой Бахчи, как Фенер Бахче, и я всё время не могу название произнести. Вот выиграл ЦСКА, депутат сказал, что надо ещё один самолётик сбить. Ну, это была шутка, это очевидно шутка, да. А тут все возмутились, сказали, что надо там самого депутата сбить, там и так далее. И причём, почему-то никого не напрягают слова депутатов Государственной Думы России, которые заявляют, что надо там всех ядерным оружием разбомбить. Очевидно, прям открыто призывают к ведению агрессивной войны, и никого это совершенно... Причём даже с той же самой Турцией уже призывали 10 раз воевать в средствах массовой информации, и бомбить, сжечь там всех, и этот призывал... И Жириновский. Да и Жириновский, и этот ещё как... Киселёв призывал... В ядерный пепел. Да, в ядерный пепел. Всё нормально, никого это не напрягает, да. Вот какой-то депутат из Турции, кого-то ещё, Самил Тайяр его зовут. Мы бы сроды, вот всю жизнь бы прожили, и никогда бы не узнали, что есть Самил Тайяр. А теперь вот все мы знаем, потому что он как какой-то злодей. Е-е-ей. То есть это хороший пиар-фот сидит. Да. Для него. У нас время? Да. Ёлки-палки, у нас ещё целая куча вопросов, а мы что-то... Вот, видишь, с 19 мая теперь зато кабачки и тыквы из Турции не будут возить в Россию. Заживём-то. Да, ну у нас такая тыква в Кремле сидит, зачем нам тыквы из Турции, да. Вот, сейчас, господи, надо посмотреть, что ещё такого. А, ну вот в Дербенте вот это произошло событие, мы про неё не рассказали, что какие-то менты решили квартиру захватить, думая, что там сидят какие-то обычные граждане и всё будет нормально. То есть пошли на штурм этой квартиры, туда забежал начальник уголовного розыска, а тут в них кинули гранату, а потом и постреляли, и, в общем-то, там у них потери. Значит, в Дагестане и Чечне было землетрясение пятибальное, и мне говорят, вы об этом говорили, что будет. Ну да, ну естественно. И Кадыров уверяет, что, пожаловавшись Путину, житель республики имитировал поджог своего дома. Мы говорили, что пожаловался Путину, а у неё дом сожгли, а он говорит, вы ей не верьте. Ватюшка, она сама себя высекла. У нас же была у Гоголя унтероофицерская вдова, но Кадыров, вероятно, Гоголь не читал, поэтому не знает, что унтероофицерская вдова, она на то и вдова, чтобы сама себя высекать. Вот этот, как вдова, высек тоже сам себя. А ещё Снимцов сам себя застрелил там. Ну много ещё чего произошло. И вот пишут также, что МВД Чечни опровергло оцепление села, жаловавшегося Путину жителя. То есть там оцепили село, требуют, значит, рассказать местонахождение вот этого Рамазан Джалаладзинова. А они говорят, нет, ничего, никто никого не оцеплял, всё нормально, и дом он сам сжёг, и вообще мы дел никаких не знаем. Ну молодцы, что я могу сказать. Прекрасно. Тем более, видишь, ответили Песковым, говорят, если вот мы узнаем, что дом сожгли там какие-то кадыровцы, ух, мы их накажем. Ну так образно. А он говорит, да нет, это он сам. А, сам. Ну тогда пошёл он нахер с ним разбираться. Что вы хотели там, что-то вы говорили? Про госзакупки у нас есть, отлично. Да, 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 ну про госзакупки отлично, давай, расскажи. Она у вас записана. А, у нас, подожди, у меня сейчас есть, где она? Так, 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 так. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, якутские чиновники тут вот офаршмачивались как-то, они на сайте госзакупок опубликовали вот такую вот, а вот, 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 с позволения сказать фигню. Ну, вот, жидкость тормозную хотели купить и жопу хотели купить, 1383, я думаю, что это кто-то пошутил, причём жопой нынче дорого, 3789 рублей за штуку и 6 копеек, вот. И когда их в этом уличили, что они какие-то жопники, они вот опубликовали письмо такое, что, значит, вот, информацию, что, в общем-то, это, так, жопа не закупалась. Вот, деталь под номером 1383, то есть, они не объяснили, что это такое, нам сказали на словах, что это описка, что, наверное, что-то имели другое в виду. Ну, да, странно уж, они как-то, жопа-то у них дороже стоит, вон, в Газпроме, который жопой, я говорю, там, мальчик 300 миллионов рублей заработал за год, который, который жопой-то, так что, удивительно, всё-таки, да. А тут такой кошмар, им даже пришлось объяснять подорожание жопы. Да, подорожание, причём, ты знаешь, вот, я бы назвал сегодняшний эфир «Якутская жопа», да, нельзя назвать, потому что, представляете, сейчас YouTube ведёт борьбу с нецензурщиной, хотя Юрий Олешек говорил, что нет ничего смешнее, написанного печатными буквами слова «жопа», действительно, очень смешно. И они, вот, нас режут, на горло собственной песни приходится наступать, нет свободы слова, ужасно совершенно. Ну, я вот, честно говоря, не понимаю, чего они имели в виду вот под жопой за 3630, 3789 рублей 60 копеек, а до этого стоило в прошлом году, жопу они тоже покупали и оценивали в 3631 рубль. Жопа в цене. В цене, дорожает, вот у нас только жопа и дорожает, дорожает. Причём Минфин предсказал рост экономики к концу 16-го года. Доход падает, экономика растёт. Ну, может, жопа, конечно, в цене дорожает, поэтому Силуанов, может, и прав оказался, да. Что там ещё, да, сейчас надо рассказать народу интересного чего-то. Про ад. Ад нашли. А, да, где там ад нашли? В Германии. В Германии нашли 15-го века карту ада, да? Да, да, да. Очень хорошо видеть, как здорово. Предполагалось, что там нарисован Саратов, но оказалось, что нет. Да, 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 что там не было Саратова. Скоро изловит сатану в Германии. Так, ну что, будем... В четвёртом квартале. Да, в четвёртом квартале изловит сатану. Было такое название, мы всё вспоминаем, тот конкурс в 90-м году был конкурс названий, и там победили вот название. Одно было в четвёртом квартале изловит сатану, в Рязани умер Иван Петрович Писечка, ежи-мутанты сожрали заключённых. Хохола ограбил человека, сын японского императора и фотомодели стал покемоном, и что-то ещё... Ну, такая хрень полная такая. Очень мне нравятся такие названия, мы тогда просто кайфовали, когда, в общем-то, можно было их в каждой газете прочитать. Так, вот, давай на вопросы будем отвечать. У нас тут информация, и вот понедельник – это интересный день, когда полдня мы занимаемся тем, что не собираем информацию, а отсеиваем, пытаемся как можно меньше, потому что всё равно не успеем, понимаем. Даже если бы у нас в понедельник трёхчасовой был эфир, наверное, всё равно всё, что хотелось бы, мы бы не смогли рискать. Просят рассказать про налог на тунеядство. Ну, они, видите, пока отрицают, что будут вводить налог за тунеядство, но они в любом случае его будут вводить. Но, опять же, это палка о двух концах. Вот представьте, ну, как они сделают, как в Беларуси, там 200 долларов сейчас взывают за тунеядство. Что же получится? Огромное количество людей, которые их не беспокоят, просто сами по своём соку там варятся, они побегут на биржу устраиваться, чтобы не платить этот налог. И тогда придётся платить им. Представляешь, что есть? Они захотят, вот сейчас они там налог получат, а вместо этого они получат расходы, я думаю, что они это прекрасно понимают, что тут в России фиг кого обманешь, если не сказать другое слово. Тогда зачем вообще был поднят этот вопрос? Там, понимаешь, как, есть определённые категории граждан, которые рассматривают себя как участников палаты выдумщиков налогов, как при Петре. И вот они думают, я сейчас вот что-нибудь такое промяукаю, прокукарекаю, а мне за это царь узнает про нашу такую дружбу и пожалует нас генералами. Понимаешь, как, ну то есть чистая маниловщина, они о чём должны говорить? О том, как будет хорошо. Они же все прекрасно понимают, что будет жопа, и гораздо хуже, чем в Якуции. Гораздо дороже. Да, ну надо говорить о том, о хорошем. Если они будут говорить, приходить у Путина, я думаю, достаточно людей, которые могут им про жопу рассказать. А им надо что-то хорошее нести, да, такое. У нас в Саратской городской думе есть такие же депутаты, такая категория депутатов. Вот обсуждается какой-нибудь абсолютно рядовой вопрос экономический, например. Они сидят, скучают, скучают, говорят, а давайте построим канатную дорогу. Их спрашивают, зачем, какая канатная дорога, вы о чём? Нет, ну давайте тогда стоянку для дирижаблей. То есть у них вопрос, лишь бы что-то предложить. Ну да, конечно. Разумное, доброе, вечное, да, вот предлагают разумное, доброе, вечное, такое, вот, ну, прекрасно. Вячеслав Вячеславович, что будет с оборонными заводами после революции? Будете закрывать или развивать? Конечно, работать будут. Но, видите ли, та ситуация, которая есть сейчас, она просто невообразима. То есть есть какие-то абсолютные перегибы, связанные с представлением об оборонной промышленности и вообще о военной докрине у господина Путина, Шойгу и так далее. А представление чисто иллюзорное. Почему? Потому что мир меняется. Потому что сейчас роботехника нужна, потому что нужны новые технологии. И, соответственно, новое вооружение. Те виды вооружения, которые в голове у Шойгу и Путина, всякие арматы там и так далее, это уже не вооружение, это каменный век. Поэтому, соответственно, будет и оборонная промышленность меняться. Раз концепция оборонительная меняется, значит, должна быть и другая оборонная промышленность. Но она в любом случае будет и будет на основе уже существующей. Это понятно, что нет смысла Уралвагонзавод разгонять, сносить, чтобы построить на этом месте другой завод, который будет выпускать нечто другое. Легче, чтобы они выпускали нечто другое. Ну, и нужно понимать, что любой оборонный завод, любое оборонное предприятие может и на гражданскую промышленность работать. То есть, любой танковый завод может делать трактора, любой авиационный может делать самолеты гражданские и так далее. Вообще, обычно военные технологии развиваются вместе с технологиями в целом. Поэтому, я думаю, это взаимосвязанные сферы. Конечно, безусловно. Спрашивают, куда Эдик подевался, а что с Эдиком ничего не случилось. Я так понимаю, я вообще, вот, последняя информация, что Эдик поехал внучку проведать, а такое, все нормально. Самый популярный вопрос, последний из книги. Вячеслав, ваше ФСБ будет переименовано в КГБ, а у нас не будет ни ФСБ, ни КГБ. Я считаю, что этой структуры вообще не должно быть близко даже. Даже близко, даже ничего похожего не должно быть на это. Там уж эта структура, которая будет воевать, всегда будет воевать против народовластия. Она так устроена. Зачем нам плодить собственного врага? Нет, мы ее катапультируем вообще просто. Под ноль. Что вы думаете о Бобе Марле? Боб Марле? Только сегодня его шапку носили. Да, они сегодня ржали, у меня тут холодно, я одел Растаманскую шапку и ходил в ней. Они сказали, выйди в эфир. Ну что думает о Бобе Марле, человек, который полдня просидел в Растаманской шапке за компьютером? Ну, я даже, наверное, говорить не буду. Ну, правда, здесь реально холодно, поэтому я как-то вот... Утеплился. Утеплился, да, он такая с висюльками красивая, надо как-нибудь показать. Здесь была бы, я бы ее показал. Дальше шапки дело не пошло. Чтобы никто ничего не заподозрил. Конечно, я... Все остальное, да, только такая вот мишура, а шапочка нравится, а нашу как-то, пусть без меня курят. Я как-то нет. Я как-то нет. Задают такой вопрос по поводу капремонта. В самом начале сказали, говорят, а вообще в нормальном человеческом государстве кто должен отвечать за состояние домов? Государство или его жильцы? В нормальном государстве за состояние домов должны отвечать жильцы, если это их частная собственность. А в остальных случаях муниципалитет. Основное бремя лежит на муниципалитете, на местных властях. И местные власти, это опять же мы с вами. Местные власти, это не должны быть такие, как сейчас. Там какие-то люди толстые, которые за нас решают, что нам делать. Да ни в коем случае. Мы и сами можем его решить. Здесь должно быть абсолютно прямое народовластие. Вообще просто вот оно непосредственно осуществляемое. Мы сами разбираемся, должны разбираться, что нам здесь нужно. Поэтому вот меня тут жаль, Слава не пыхнул за Боба Марли. Не пыхнул, видите, вот так вот. Так, что у нас еще? Шевчуку респект, безусловно, согласен. О, интересный вопрос. Вот, казалось бы, такая заезженная тема, а вопрос интересный. Насколько будет легитимен Путин после выборов в мире, если за него будет голосовать Крым, который в мире не признан российским? Да, кстати. А, кстати, вот интересный вопрос. Ну, я, по крайней мере, не задавался таким вопросом. Интересный вопрос. Ну, надо подумать на эту тему. Ну, вот, с точки зрения, конечно, количества избирателей в Крыму и в Севастополе, это меньше двух миллионов избирателей. То есть в Крыму и в Севастополе проживает, если я не ошибаюсь, два миллиона двести, да? Вместе, если когда соедините или там погуглите. Ну, где-то вот, значит, меньше двух миллионов избирателей. А в России более, около ста миллионов избирателей. Ну, как-то вот, два процента. Менее двух процентов. И плюс еще море геморроя в плане того, что в Крыму и в Севастополе там далеко не у всех российские паспорта есть до сих пор. И далеко не все пойдут. Ну, в общем, да, там... Слава, красная футболка, а рукова синяя, это как? Это вот так. Ну, это не футболка, это джемпер такой. Тепленький, потому что у нас тут мороз такой. Так. Опа. Слава, какой ты персонаж в книге «Скотный двор»? Автор, наверное. Это шутка, конечно. Ну, когда я читал «Скотный двор», я как-то вот с позиции автора рассматривал это всегда. Причем, я говорю, я «Скотный двор» и 684 год прочитал. Я сказал в 84-м году, я добрал. В 83-м году я прочитал. В 83-м, а не в 84-м. Ну, а потом и в 84-м читал. Так что я достаточно молодой человек был как-то по-особому. Меня это проперло. Еще это был советский период. И вот вы знаете, когда я тогда читал 84-й год и «Скотный двор», я не воспринимал это как вот СССР. А вот сейчас, когда я читаю 84-й год, я воспринимаю как вот путинский режим. Один в один. То есть, с СССР это не один в один. Поверьте, это совершенно разные вещи. Там, я воспринимал, что некоторые вещи какие-то там вот, может быть, взяты из СССР и гипертрофированы, представлены именно гипертрофированы. А сейчас это не воспринимается как гротеск. Это воспринимается как такое документальное произведение, повесть. Но 84-й год трудно назвать романом. Все-таки там одна линия. Вот такая документальная повесть про путинский режим со старшим братом, который меня видит. Так, все что ли? Так, у нас какие-то фотографии мы не показали еще. Ну ладно, потом покажем. А, на каких-то сайтах госзакупок вот это вот было изображено. Что-то Картман Джок тоже показывает. Такие-то по поводу. Ну, все извращаются как хотят. Вот. Ну, мы к вам лицом. Так что спасибо, что вы нас смотрите. Просим вас зарегистрироваться на сайте, если вы еще не зарегистрируетесь. Волна перемен для того, чтобы проголосовать за меня, за Вячеслава Мальцева. Просим вас регистрироваться на нашем основном канале «Артподготовка». И на нашем запасном канале, на «Артподготовке» есть ссылка. Канал называется «Безумная Грета». И что еще я забыл? У нас менялись реквизиты. Будьте внимательны. Все в описании. Да, и по Парнасу. Каждый день об этом говорим. Мы еще раз напомним, что до 25 мая необходимо зарегистрироваться на сайте. А само голосование будет происходить с 28 мая по 29 число. То есть сейчас голосовать не нужно. Смысла в этом абсолютно никакого нет. Вот. И не нужно рассчитывать, что 28-го, 29-го вы зарегистрируетесь и проголосуетесь. Так тоже не получится. Голосование 28-го и 29-го зарегистрироваться нужно до 25 мая. Ссылка есть прямо под роликом. Спасибо. До новой исторической эпохи осталось 536 дней и час еще времени. До свидания. До завтра. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok